Сергей рос самостоятельным и ответственным парнем. Мама воспитывала сына одна. В пятом классе полюбил волейбол. В составе сборной был чемпионом области. Нередко появлялся на школьной доске почета. Сергей был одним из лидеров. В стороне он никогда не оставался. И помимо спорта в школе он точно такой же был. Тверд. При этом он всегда очень дружелюбный, воспитанный парень был. В конфликтных ситуациях он никогда не участвовал. С плохой стороны. Военная сфера Сергея привлекала мало. Он и в армию не рвался, но сходил и передумал. Да так, что остался на контракт. Дважды побывал в Сирии. Домой возвращался с огромным букетом для жены и подарками для сына. Любил исторические фильмы и юмор. Даже на Украину ехал с улыбкой. 14 июля я ему звонила туда. У него был такой веселый, бодрый голос. Сказал, что, наверное, мы уже скоро приедем домой. Что у него все хорошо. Что он не волновался. Маме передай большой привет. 35-летний прапорщик погиб в бою 17 июля. Память о никогда не унывающем уроженце Гордеевке теперь будет хранить и его родная школа. Алексей Пригода рос добрым, ласковым мальчиком. Целовал маму при каждой встрече. Обожал военные фильмы. Любил спорт и технику. Любил сидеть за первой партой. Потому что всегда хотел быть в центре событий. Он был очень общительным мальчиком. Потому что общался со всеми в классе. И с девочками, и с мальчиками. И всегда хотел быть в центре всех событий. Без него не обходилось ни одно мероприятие. Ни спортивное, ни классное, ни школьное. Связать жизнь с армией решил еще в детстве. В техникуме даже хотел прервать учебу ради службы. Мама убедила получить образование. Его брали в полицию. Его брали в городе Клинцы. Его брали в тюрьму. Сказал, нет, это не мое. Именно хочу быть военным. Все время мне говорил и сестрам моим, что мам, вы будете мною гордиться. Три года назад Алексей заключил контракт. Объездил полмира. Заслушивался военным оркестром. Собирался жениться. Строил большие планы. Накануне трагической даты 23-летнего сержанта ранили. Но он продолжил бой. Не прятался. Молодец был. Никогда не прятался. Трусом никогда не был. Всегда стремился быть первым. Мальчики вот рассказывали, которые с ним раненые были, приезжали на могилку. Говорят, что вообще вот кого-кого, говорит, не ожидали, что с Лешем это случится. Он такой шустрый был. И даже, говорит, первый пошел. Не успели, говорит, скомандовать. Он поднялся, раненый, пошел. Первый ехал в машине. 21 марта Алексея не стало. Напоминать о его подвиге настоящим и будущим поколениям земляков будет эта мемориальная доска. Светлана Дробкова, Евгений Цветков, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов. События. Гордеевка.